Добрый день, друзья! Вы смотрите канал «Мы живем в Латвии». Я еще решил с вами встретиться и сегодня именно 19 декабря 2022 года и поделиться такой новостью. Ну вот просто вот я не выдержал, я решил поделиться с вами вот такой новостью. Запчасти к старым поездам пассажиру «Вилтсенс» стали серьезной проблемой. Ай-яй-яй, как так? Проблемой? Да вы что? Ну у нас же, как многие доказывают, такая развитая промышленность, мы все можем сами. За 30-то считай два года, конечно. Как это так? В этом году большой проблемой для пассажиру «Вилтсенс» стали доступность и цены на запчасти для поездов, построенных в прошлом веке. О как! Ну как же так? Друзья, ну это не дело. Ну как? Это в прошлом веке построены. А помните, я на предыдущих своих видео говорил, говорил, что все построено при Советском Союзе. Как же, а? Не стыдно вам ездить на таких поездах старинных? Не стыдно, да? Как все другое ломать вы умеете? Да вообще все ломать вы умеете. А что же вы до сих пор ездите на советских поездах, электричках и так далее и тому подобное? Что? В чем дело? Что происходит у нас в Латвии? Вот ответьте мне на вопрос, напишите комментарий. Друзья, вот действительно, вот вы, что вы думаете вот на эту тему, а? Ну как это так? Уже вот прям в новостях открывают, прям вот задают вопрос. На все услышания, на все увидения простому народу. Разве простой народ был против сноса всех вот этих, разноса на металлолом всех этих заводов? В частности, на которых поезда электрички. Вот пишите из Даугапелса. Что там происходит еще с Даугапелским заводом? Ну вы сами понимаете, я живу, мы живем в Елгаве. Пожалуйста, если есть возможность у вас, напишите комментарий, что происходит у вас там на заводах. Непосредственно Даугапелси. Каких заводах, вы сами понимаете, речь идет о чем? Пожалуйста, видите, вот о чем идет? РВР. Вот, пожалуйста, вот они, они стоят электрички. Поезда. Да, да, советских построек, пожалуйста, наличие запчастей к старым поездам за пределами России, Белоруссии и Украины ограничено или цена на них значительно выше. Что приводит к увеличению затрат. Еще раз повторяю, мне прям, я не могу прям. Неужели вы сами не могли производить? Вот тот же самый, ладно про эти электрички. Тот же самый завод РАФ. Зачем вы все это разрушили? Модернизируйте, оставьте эти станки. Роботы уже были, вот последние привозили роботы нам в 96-м, 95-96-й годы. Да, станки роботизированные, большие, огромные, и прессовые, и так далее. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, штампы я имею в виду, штампы. Поиск альтернатив требует времени, и даже если вы их найдете, вам придется ждать доставки запчастей, сказала Звидре. Добавив, что это влияет на своевременное выполнение плановых ремонтов. Да ладно, ну, ой. Соответственно, пассажиру Уилтинс вынуждено оптимизировать поезда, чтобы обеспечить непрерывность обслуживания и возможность выполнять все рейсы. Иногда это означает переход от поезда с шестью вагонами к поезду с четырьмя вагонами. Друзья, где вы видели поезда с шестью вагонами? У нас вот ездит только трех, по-моему, трех, не то четырех вагонные. Ой, друзья, я немножко так отвлекся, хотел спросить у Наташи. Наталья вышла. Ну, пишите комментарии, со скольки вагонами у вас сейчас ходят электрички здесь у нас в Латвии. Ну, подтвердите, пожалуйста. Он там Семочка не даст соврать мне. Да, да, вот со мной собачка, друзья. Все, я говорю, вот, пожалуйста, почти в прямом эфире. Я говорю, у меня этих новостей, я говорю, вот, 30 с лишним штук открыл и не знаю, что в первую очередь вам даже преподнести. А одна новость, другой прям вообще час от часу не легче. Они сами себе вот задают вопрос и сами же себе не могут ответить. Зачем это все ломали? Вы поняли, что ломали? Всю промышленность пух и прах, а сейчас они, видите ли, зависимые от каких-то государств. Да при чем здесь это? Вы давным, да еще до этого были. Сейчас продолжим вам, что они дальше нам излагают. Четырьмя вагонами. Что касается новых поездов, то на сроки их поставок повлияли, ну, вот это соплистое заболевание и что происходит сейчас вот у нас в Украине. На Украине, в Украине, как хотите, да. 23 февраля за день до начала войны, когда электропоезд презентовали в Чехии, вы понимаете, в Чехии для Латвии. Ну, все уже слышно, давно уже, наверное. Но кто-то, может, и не слышал, друзья. Возникло ощущение, что новые поезда уже на расстоянии у вытянутой руки, но за этим последовало разочарование. Ну, как это так? Ну, не может быть. Ну, какое, может, разочарование? Вы же уже их притащили, уже, ой, уже там. Помните, в новостях показывали, как хвалились там? Ой, какие поезда. Ай, 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 не стыдно вам, а? Не стыдно? Какие бешеные вы миллионы. Сотни миллионов, наверное, под миллиард, наверное, будут стоить. Это надо все обслужить. Слушайте дальше. Вот про обслуживание. Что новые поезда уже на расстоянии у вас. Но за этим последовало разочарование. Ведь война создала ряд препятствий, которые еще предстоит преодолеть. А если вот это вот, не дай бог, конечно, продлится еще несколько лет. Не дай бог, повторяю. Что ж вы будете делать? Вот это еще раз показывает вам, вот, пожалуйста, что у вас нет своей промышленности. А ведь все, все было оставлено, все. Вот когда развалился Советский Союз, все было в наличии. Только, пожалуйста, задействуйте рабочие руки, специалистов и продолжайте выпускать. Всем они требовались. Вот я имею в виду вот эти электрички, поезда, вагоны и так далее и тому подобное. Бывшим этим республикам они бы расхватывали, как горячие пирожки. Но в то время нужно было только хороших хозяев. А наши хозяева начали пилить, все распродавать, нам ничего не надо. Мы будем и так, и мы на другом будем. На чем другом? Вы и другое все развалили. И в Чехии, это же в Чехии заказали, господи, когда Латвия была развитой, чем в Чехии все вот это производилось. Вы представляете, тем, вот эти вот бывшие соцстраны, они закупали в Латвии вот эти электрички. И многие другие страны и республики. Я не считаю Советский Союз. Советский Союз полностью был обеспечен. Что только не производили, еще раз повторяю, для молодняка, который не понимает. Вот вам новости Латвии. Свеженькие, сегодняшние. Я ее в первую очередь взял и приподнес. Я хотел назад расставить, нет. Ну это вообще, друзья, это вообще абсурд. Который еще пришли преодолеть. В частности, значительно изменился способ доставки поездов в Латвию. Окончательная сборка поездов перенесена в Ригу. Слушайте, слушайте. Где Шкода зачастую не имеет доступа к необходимой инфраструктуре и специалистам. Ой, друзья, все, я заканчиваю. Все. Слава Богу, эта новость закончилась. Ужас, ужас, друзья. Ну посмотрите. Они сами же все вот это вот, сами, как говорится, нам задают вот этот вопрос. И даже вот в этой вот новости сами же отвечают. Вот прям буквально все, вот каждая строка, вот ответ на вопрос. Зачем вам надо было ломать вот это все, где у нас в Латвии, еще раз повторяю, производились электрички, поезда. Все готовенько, свеженько, чистенько, аккуратненько. Что ж вы до сих пор-то ездите? Тут же хаете и тут же ездите. Ломали, ломаете и продолжаете ломать. До сих пор все советское. А на этом оставили. Вот, друзья, теперь вот, пожалуйста, напишите, что вы думаете на эту тему. Я свое мнение сказал. Надо было просто модернизировать все, перейти на другие, как говорится, на другой выпуск, другой продукции. Вот, если не соответствует она вот этим годам, так переходите на другую. А, ну да, у вас другое было в голове. Все, друзья. На этом я заканчиваю свое видео. Не забывайте ставить лайк. Напишите какой-нибудь комментарий под этим, под нашим видео. Поделитесь с друзьями в социальных сетях. А также не забывайте подписаться на наш канал. Ну, те, кто не подписан. По желанию, друзья. По желанию. Я всегда говорю только по желанию. Никого не принуждаю. Никого не заставляю. И ничего я от вас и не требую, друзья. Я просто говорю, что большущее вам спасибо за то, что вы смотрите наши видео, комментируете. Ну, не все, конечно, да. Ну, спасибо большущее вам. Огромное спасибо. Дай Бог всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы. Не устану повторять между народами. Вот была бы дружба, и все бы было, и все бы закупали, и торговали, и так далее. Это мое всегда мнение. Было, есть и останется, друзья. До следующих видео, друзья. Следующее, надеюсь, будет еще интереснее. Ну, как получается, друзья. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok